Общее сведение. Мегауреотер – значительное увеличение диаметра мочеточника, вызывающее затруднение от ука мочи. Мегауреотер сопровождается увеличением длины и перегибами мочеточника обычно на всем его протяжении. В норме диаметр мочеточника у детей составляет от 3 до 5 мм. При мегауреторе выявляется резко расширенный извитый мочеточник диаметром до 10 и более мм. Мегауреотер часто сочетается с другой патологией мочевой системы, агензией или поликистозом, коллатеральной почки, удвоением почки, кистами почек, гидронефрозом, уритероцели, пузырным отчеточниковым рефлюксом в противоположную почку. Распространенность мегауретора, как аномалии развития, в детской урологии составляет 0,7%, из них 10-20% случаев приходится на двустороннее поражение. Частота встречаемости мегауретора у мальчиков в 2-4 раза выше, чем у девочек. Мегауреотер Классификация мегауретора По происхождению различают мегауреотер врожденный, приобретенный, первичный, вторичный, на фоне имеющейся патологии. По этиологии определяют три вида мегауретора, абструктивный, нерефлюксирующий, развивается при наличии аномалии, дисплазии. Стеноза клапана, его дистального отдела, рефлюксирующий, возникает при несостоятельности замыкательного уритера. Визикального аппарата Мегауреотера сочетается с ПМР пузырно-зависимой, связанной с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря. Инфравизикальной обструкцией По уровню нарушения функций почек классифицируют мегауреотера и степени, со снижением экскреаторной функции почки и ЛТ 30% 2 степени, со снижением функции почки на 30-60% и 3 степени, со снижением функции почки и ГТ 60%. Причина мегауреотера Первичный мегауреотера обусловлен врожденной аномалией мочиточника или уритера визикального соустья в эмбриональном периоде, врожденным стенозом клапаном или дивертикулом мочиточника, кистозным расширением дистального отдела уритера цели. Причиной первичного мегауреотера может быть нейромышечной дисплазией, характеризующейся сочетанием врожденного сужения до 0,5-0,6 мм. На уровне югста визикального и интрамурального отделов мочиточника и недоразвитием его нервно-мышечного аппарата. Наличие структуры с выраженным фиброзом и утолщением стенки дистального сегмента мочиточника ухудшает отток мочи из верхних отделов мочевых путей. Гипоплазия мышечного слоя мочиточника и недостаток парасимпатических нервных волокон в его мышечной стенке приводит к снижению тонуса. И ослаблению перистальтики мочиточника, что способствует нарастанию дилатации всех цистоидов и полостной системы почки. Причиной рефлюксирующего мегауреотера является грубое ненедоразвитие пузырно-мочиточникового сегмента с полной несостоятельностью антирефлюксного механизма. Вторичный мегауреотер развивается вследствие патологии мочевого пузыря и уретры, нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, хронического цистита, клапанов задней уретры и дыры, закрывающая круглая скобка-точка. Пузырно-зависимая форма мегауреотер, сектазия и мочеточников возникает при нейрогенных нарушениях детрузора и инфравизикальной обструкции. Симптомы мегауреотера Клиническая картина мегауреотера может быть разнообразной. Нередко при отсутствии патологии мочевого пузыря и уретры, мегауреотер может протекать в скрытой форме с удовлетворительным состоянием и достаточной активностью ребенка. У детей мегауреотер может проявляться двухфазным мочеиспусканием после первого опорожнения мочевой пузырь быстро заполняется мочой из расширенных мочеточников и формируется позыв к повторному мочеиспусканию. Вторая порция мочи часто имеет мутный осадок и зловонный запах и превышает по объему первую ввиду ее большого скопления в патологически измененных в верхних отделах мочевыводящих путей. Может наблюдаться задержка физического развития, астенический синдром, сочетание с аномалиями скелета и других органов. Дети с мегауреотером более восприимчивы к инфекции и часто болеют. Специфические симптомы мегауреотера отсутствуют, поэтому заболевание манифестирует на стадии после развития осложнений присоединения хронического пиелонефрита уретерогидронефроза ХПН. Клиническая картина обструктивного мегауреотера складывается преимущественно из проявлений хронического пиелонефрита и характеризуется субфибрильной лихорадкой, тупыми болями в животе и поясничной области, рвотой, не связанной с приемом пищи, гомоторией, стойкой пиорией, недержанием мочи, симптомами мочекаменной болезни. При двустороннем поражении у детей самого раннего возраста наблюдается тяжелое клиническое течение мегауреотера, связанное с быстрым развитием ХПН и интоксикации, снижается аппетит, появляется общая слабость, быстрая утомляемость, сухость и бледность кожи, анемия. Сильная жажда, диспепсические явления, полиурия, возможно парадоксальное недержание мочи вследствие ископления ее большого объема в мочевыводящих путях. Течение рефлюксирующего мегауреотера не столь тяжелое, но приводит к постепенному развитию рефлюкс нефропатии, замедлению роста и склерозированию. В почке присоединение пиелонефрита Пузырно-зависимая форма мегауреотера сопровождается большим количеством остаточной мочи после опорожнения мочевого пузыря. Мегауреотер нередко является причиной грубых необратимых морфологических изменений в почке с постепенным снижением ее функции, а при двустороннем процессе развития хронической почечной недостаточности. Стаз мочи в мочеточнике при мегауреторе осложняется при соединении инфекции с развитием хронического пиелонефрита в тяжелых случаях сепсиса, постепенным расширением почечных лоханок, гидронефрозом, повышением давления в полостной системе почки и нарушением почечной гемодинамики, формированием материальной гипертензии. Длительное течение воспалительного процесса и нарушение кровотока в почках приводит к рубцеванию почечной паренхимы с развитием первичного или вторичного нефросклероза. Диагностика мегауреотер Мегауреотер в большинстве случаев обнаруживается в пренатальном периоде с помощью акушерского УЗИ плода. При подозрении на мегауреотер после рождения в возрасте старше 21 дня ребенку проводится комплексное урологическое обследование для Установление причин развития и определения стадии мегауреотера УЗИ почек на фоне наполненного мочевого пузыря при мегауреторе позволяет выявить пилоэктазию истончение паренхима органа, расширенной Мочеточник в верхних и нижних отделах выраженный уритерогидронефроз при наличии обструкции, сохранении эктазии мочеточника после мочи и спускания УЗДГ сосудов почки в подавляющем большинстве случаев показывает снижение почечного кровотока Цистография обычная и эмикционная применяется для исключения наличия ПМР-нефросцинтиграфия для оценки степени нарушения Кровотока, недостаточности функциональной способности почек при мегауреторе Экскреторная урография помогает выявить обставание в отделительной функции одной из почек при мегауреторе Расширение чашечно-лохоночной системы, замедленный пассаж контраста по мочеточнику Мочевой пузырь, наличие ахолазии и обструкции на уровне ПМС Урофлометрия дает возможность определить тип мочеиспускания, обструктивный и обструктивный, нейрогенную дисфункцию мочевого пузыря Цистоскопия при мегауреторе визуализирует сужение эусте мочеточника Также выполняется лабораторное исследование общий биохимический анализ мочи проба Зимницкого, Нечипаренко, КТ почек Лечение мегауретора Целью лечения мегауретора является уменьшение диаметра и длины мочеточника и восстановление пассажа мочи по нему в мочевой пузырь Устранение ПМР осложнений, возникших на фоне заболевания Лечение мегауретора предполагает оперативное вмешательство Исключение пузырно-зависимая форма, возможно применение различных малоинвазивных методик консервативной терапии Тактика лечения зависит от характера течения и тяжести мегауретора, возраста и общего состояния ребенка, наличия пиелонефрита, степени Нарушение почечной функции В детской практике в большинстве случаев мегауретора около 70% имеется тенденция к уменьшению проявлений или самостоятельному разрешению В течение первых-вторых лет жизни ребенка вследствие матурации, дозревания и улучшения функций мочеточников и почек Оперативное лечение проводится при тяжелых формах мегауретора, негативно влияющих на функцию почки Хирургическое вмешательство при мегауреторе может включать и имплантацию мочеточника, формирование уретерацийста анастомоза в Т. Ч. операцию БАРИ и антирифулусную коррекцию В крайне тяжелых случаях мегауретора подготовительным этапом служит имплантация мочеточника в кожу уретерастома для возможного Восстановление функций почки, а также реконструкция мочеточника, включающая его поперечную и продольную косую резекцию, а затем ушивание По боковой стенке до подходящего диаметра или кишечную пластику При необратимых деструктивных изменениях почки, значительном снижении ее функции и наличии другой здоровой почки выполняется нефроуреторектами Малоинвазивные методы эндоскопическое рассечение, бужирование, баллонная дилатация мочеточника, установка мочеточника Стенда при обструктивном мегауреторе применяется у ослабленных больных при серьезных сопутствующих заболеваниях и других противопоказаниях К оперативному вмешательству